Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Колоссальная трагедия произошла в семье известной певицы по имени Валерия и ее супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Семейная драма разыгралась накануне вечером в Австралии, недалеко от города Мельбурн, в 100 метрах от частной гостиницы под названием «Карнава» на побережье Атлантического океана. Певица Валерия и Иосиф Пригожин – известные публичные люди. Они хорошо зарабатывают и позволяют себе дорогие путешествия. Совсем недавно семья известных артистов отправилась в воежж по экзотическим странам. Сначала певица Валерия и Иосиф Пригожин посетили Кубу, Венесуэлу, Мексику, Новую Зеландию, а напоследок отправились в Австралию. Однако путешествие в данной стране закончилось трагедией. Первые дни пребывания в Австралии певица Валерия и Иосиф Пригожин много путешествовали, общались с местными жителями, давали интервью и даже участвовали в телевизионном шоу. А за сутки до отъезда певица Валерия решила дать музыкальный концерт в гостинице «Карнава» для местных жителей, в той гостинице, где они остановились с супругом. В момент выступления певицы Валерии на музыкальном празднике на побережье Атлантического океана происходил крупный местный праздник – День города, посвященный городу Мельбурну. В путешествии по Австралии вместе с певицей Валерией и Иосифом Пригожиным принимали участие и дети артистов. Младшая дочь певицы Валерии – Александра и старший сын Иосифа Пригожина – Николай. После окончания местного праздника Иосиф Пригожин и певица Валерия, употребив немного алкоголя, направились на пляж, чтобы попрощаться с Австралией и в последний раз искупаться в океане. Однако именно в этот момент и произошло несчастье. Дети артистов, дочь Александра и сын Иосифа Пригожина – Николай, которые давно симпатизируют друг другу, отправились на купание в океан, а Иосиф Пригожин и певица Валерия остались на берегу. Однако через некоторое время из океана донеслись истошные мужские и женские крики. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин немедленно и неминутой бросился в океан на помощь детям. К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. На дочь певицы Валерии и сына Иосифа Пригожина совершил нападение опаснейший морской хищник – белая акула, которая часто обитает в Атлантическом океане недалеко от города Мельбурна. Уже позже стало известно, что певица Валерия и Иосиф Пригожин купались в неположенном месте – там, где отсутствовала заградительная сетка от хищников. Некоторое время в океане шла яростная борьба и раздавались истошные женские и мужские крики. Через некоторое время из океана вышел Иосиф Пригожин. Он держал на руках дочь певицы Валерии – Александру. Однако спасти своего сына он не сумел. Сегодня утром местные рыбаки и спасательные службы обнаружили на общественном пляже Австралии все, что осталось от сына Николая, музыкального продюсера Иосифа Пригожина. К слову сказать, это уже 12-й случай нападения белой акулы около берегов Австралии за последний год. Надо отметить, что в семье певицы Валерия и Иосифа Пригожина это уже не первая трагедия за последнее время. Совсем недавно трагически скончалась старшая дочь певицы Валерии. Также отметим, что певица Валерия и Иосиф Пригожин долгое время находились под наблюдением антикоррупционного комитета и следственного комитета и даже находились в камере общего задержания. Однако благодаря усилиям вышестоящих эшелонов власти известной музыкальной семье удалось остаться на свободе. Отметим, что это уже не первая трагедия в мире шоу-бизнеса, связанная с морскими и океанскими хищниками. Зрители с очень большим стажем могут помнить, что год назад при похожей ситуации в Америке в штате Флорида трагически погибла дочь известного композитора Игоря Николаева. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...